В эфире информационного канала Севастополя программа в контексте. Продолжаем встречать гостей в рамках культурного проекта Севастополь.сборки. У нас в студии русский поэт, публицист, критик и искусствовед Юрий Михайлович Кублановский и куратор культурного проекта Севастополь.сборки Платон Беседин. Здравствуйте, гости. Рады приветствовать вас в нашей студии. Здравствуйте. Платон, давайте начнем все-таки с самого проекта Севастополь.сборки. Какая сейчас ситуация? Ну, ситуация положительная, что называется, потому что прошел, вы знаете, недавно в мае мы анонсировали, в том числе на вашем канале, подробно представляли фестиваль, который назывался Точка.сборки, большой первый международный фестиваль русской словесности. Конечно, он прошел с большим успехом, с большим, скажем, вдохновением. И это видно по отзывам, откликам и федеральной прессе, и федеральных, скажем так, СМИ. Поэтому я думаю, что фестиваль удался. Мы видим, что нам действительно удалось объединить вокруг этой инициативы севастопольских и крымских литераторов. И, конечно, те гости, которые были у нас, это люди более чем достойные. Мы видим, что все они уехали с чувством вдохновения от Севастополя, от проекта, и это видно по их откликам. Но понятно, что фестиваль проходил в рамках инициативы или проекта «Севастополь.сборки», в рамках которых нам, как мы помним, с февраля этого года приезжают выдающиеся деятели русской культуры. И вот, собственно, продолжением этого проекта гостем нашим стал Юрий Михайлович Кублановский. Ну, на мой взгляд, человек выдающийся и в русской литературе, и в русской культуре. Поэтому я считаю, что для Севастополя, я говорю, без преувеличения, это честь и это большая радость, визит действительно такого человека. Я знаю, что Юрий Михайлович, по-моему, был в начале нулевых у нас в Севастополе последний раз. Так что очень отрадно, что он действительно приехал. И, собственно, та реакция людей, самое главное, которые пришли на встречу, потому что действительно, как говорят, был на встрече аншлаг, и была библиотека полностью забита, и там порядка 150 человек было. И вообще то, что Юрия Михайловича, что называется, на улице приветствовали, узнавали, это говорит о том, что все удалось, и отрадно, что Юрий Михайлович с нами. Есть такое некое вступление, Юрий Михайлович, я повторюсь, мы очень рады, что вы смогли найти время посетить наш город. Мы подготовили небольшую, краткую биографию, я предлагаю ее для начала посмотреть. Думать, сколько было вложено сердечной силы, скорби впрок, погребено и безбожено, и не пускаем на порог. А сколько слов в слезах повторено, и в каждом взгляде и черте, все позабыто про Воронина, осталось неизвестно где. Юрий Михайлович Кублановский родился в семье актера и учителя литературы в 1947 году в Рыбинске, Ярославская область. С самого детства Юрий Михайлович тяготел к рисованию, занимался в художественной студии, а с 10 лет начал писать стихи. Юрий Михайлович поступил на исторический факультет МГУ, специализировался в искусствоведении. Уже в те годы молодой поэт увлекся самиздатом, взяв в своем творчестве противоположный существующий советской литературе курс и объединился с другими прогрессивно настроенными молодыми авторами. Так, вместе с Леонидом Губановым и Владимиром Олейниковым, Кублановский стал основателем литературного объединения «Смог», «Смелость», «Мысль», «Образ», «Глубина». Каких-либо особых политических и гражданских задач молодые люди себе не ставили, однако для 18-летних литераторов это было первым протестом, пусть и не слишком явным, против сложившегося в тоталитарной системе литературного механизма. Первая публикация Кублановского пришлась на 1970 год. Поэт стал одним из авторов сборника «День поэзии». После университета Юрий Михайлович поехал водить экскурсии по музею в Соловках. В 1975 году Кублановский попал в поле зрения работников Лубянки, обратившись с открытым письмом в самиздате. Результатом гражданского порыва стала невозможность работать по профессии. Он трудился дворником, сторожем, а кроме того подрабатывал переводами. В 70-е годы Юрий Кублановский публиковался в сборнике «Ленинские горы» – стихи поэтов МГУ, альманахи Метрополь, а также в русскоязычных изданиях Европы и Америки. 19 января 1982 года Кублановскому было предписано покинуть СССР, жил в Париже и Мюнхене, печатался в иммигрантских изданиях. В конце 80-х его стихи начали публиковать и в СССР, а в 90-х Кублановский вернулся на родину. В 2003-м Юрий Кублановский стал лауреатом премии Александра Солженицына, в 2006-м лауреатом вновь созданной новой пушкинской премии. Среди оценок творчества Кублановского – положительные рецензии Иосифа Бродского, Александра Солженицына, Генриха Сабгира, Анатолия Наймана и Фазилия Искандера. Юрий Михайлович, кратко мы биографию вашу послушали, не будем сильно углубляться, но все же, город Рыбинск, Ярославская область, там, где вы родились. Какова была ваша жизнь в юном возрасте? Я родился в семье провинциальных советских интеллигентов, отец был актером местного города Ромтеатра, довольно популярным, известным в городе, мама учительницы литературы и русского языка. Так что, разумеется, с раннего детства русская литература присутствовала в доме, потому что в ту пору наши учителя были не просто преподавателями в школе, а наставниками. И у нас все время толклась молодежь, мамины ученики, звучала поэзия, и она, так сказать, можно действительно сказать, что вошла в меня с молоком матери. А с другой стороны, бабушка, еще мамины родители, которые были связаны корнями с дореволюционной Россией, несли в себе религиозное зерно. Так что, в детстве было и много реалий, связанных с нашим русским православием. Вот это все меня, очевидно, как я задним числом думаю, сформировала материнская культура и бабушкина вера. В то время была совсем другая жизнь, это даже не сравнить. Я же еще помню даже утро, когда умер Сталин, в советский режим, видите, он очень полярный был. С одной стороны, у нас в Рыбинске, в Рыбинске был моторостроительный завод засекреченный. И первое, из чего нас учили в детстве, когда нам было 3-4 года, если какой-нибудь дядя на улице спросят, как пройти на завод, показывай в противоположную сторону, беги к милиционеру. Вот в таком режиме мы жили. Возлюбленная Колчака Тимирева, Анна Тимирева, была арестована в Рыбинске, где она находилась. В ссылке арестована опять уже после 20-го съезда. И провела 7 лет в лагерях. Так что это... Жизнь была очень непростая, но вместе с тем чрезвычайно колоритная. Ведь всего 30... Я родился в 47-м. Всего 30 лет назад произошел революционный облом. Так что еще провинция, уездный город сохранял многие-многие черты старой благородной России, которые... И черты были вокруг, и проявлялись тысячи разных штрихчков. Ну, с 1964-го вы приезжаете в Москву, да, и поступаете... Да, я поступил на искусствоведение. Хотел поступать сначала в литературный институт, но уже знакомый мне в ту пору поэт Андрей Вознесенский меня отговорил, сказал, что учиться на литератора, на поэта нельзя. И он был прав, я ему за это был всегда признателен. Я получил параллельную профессию, которая позволяла мне работать в музеях всей страны. Вот поэтому я уехал на Соловки. Это был такой ход конем. Хотелось бросить тогда столицу, Москву, захлебнуть русской жизни в этой отдаленной беломорской точке. Потом в Архангельске работал. В общем, жизнь была непростой. А действительно, с осени 82-го года я оказался вынужден на эмиграции и 8 лет провел в Европе. Ровно 8 лет, как и мне предсказал, кстати, Солженицын, который прислал мне в Вену письмо, когда я там был, и написал, что ровно через 8 лет вы вернетесь в Россию. Это тогда казалось чем-то невероятным. Потому что только-только пришел к власти Андропов, казалось, никто не знал, что он болен. Казалось, что это режим всерьез и надолго. И над этим предсказанием Солженицына старые эмигранты просто смеялись и убеждали меня в том, чтобы я этому не верил. Но вот он угадал год в год. Действительно, уже в скором времени меня стали печатать в России в толстых журналах со второй половины 80-х годов. А в 90-м году я был первым политическим эмигрантом, который навсегда с концами вернулся на родину. И 10 лет потом на Запад не уезжал. Но ведь вы мечтали же стать художником. Почему же не забылось это мечтать? Да, вначале мечтал стать художником. Много лет мальчишкой занимался в изо студии. Но потом позвала другая Лера, позвала другая муза. И я сразу разучился даже рисовать. Очевидно, музы не прощают предательства. Да, сейчас даже не вспомните, наверное, да? Да, да, да. Так, какие-то почерпушки бывают. Ну, конечно. Ну, вот видите, эту свою часть способностей я реализовал в искусствоведении. Я хорошо знаю изобразительное искусство. И русское, и мировое, конечно. Много-много часов провел в лучших музеях и галереях мира. Ну, я бы хотел все-таки затронуть эту тему, хотя говорили уже не раз, это про объединение смог, да? Которое вы создавали вместе с Губановым и Владимировым Лейниковым. Мы были мальчишки тогда еще. Важно было нам как-то противостоять цензуре, глафлиту. Вообще мы хотели построить уже свою литературу на принципиально новых, независимых от советской идеологии основаниях. И смог для меня был не столько, конечно, каким-то литературным объединением, которое вы помогли выработать свой лирический стиль, а именно вот школой нонконформизма. За это я всегда благодарен этой своей ранней юности. То есть советская идеология на тот момент, скажем так, вас совершенно не устраивала? Уже мы все в 17-18 лет были от нее свободны. Да. В отличие от наших предшественников, поэтов-шестидесятников. Ну, в 1970-м, как уже было сказано, была первая ваша публикация, это День поэтия. Это мне помог замечательный поэт Борис Луцкий. Это была случайность. У меня в России было всего до эмиграции две публикации. Игорь Волгин, который, кстати, недавно приезжал в Севастополь, мой друг по жизни, напечатал меня в сборнике поэтов МГУ, которые он составлял. И вот Борис Луцкий вне поэзии. Больше никаких публикаций у меня в СССР не было, да я никуда не предлагал свои стихи. И понимают, что у меня поэзия совершенно другой закваски. Ну, Иосиф Бродский писал, что ваш словарный запас такой же глобальный, как у Пастернака, после Пастернака, да? Ну, все-таки, может, это странный вопрос, но каким образом можно достичь такого уровня? Во-первых, просто Бродскому было... У нас с ним совершенно мы в разных средах воспитывались, понимаете? Он столичный, питерский, с Литейного проспекта, из интеллигентной семьи евреев. А я из уездного города, с Верхневолжья. Вокруг сама среда говорила немножко по-разному. И тот словарный запас, который у меня был, отчасти был для Иосифа в диковину. Вот поэтому он и считал, что у меня богатый. У меня не то, что более богатый словарный запас, чем даже и у него, а просто несколько другой, другой словарь. Вот. Ну и, конечно, постоянное по жизни чтение русской литературы, которая стала моим вечным спутником уже с 15-16 лет, это тоже помогло мне преодолеть советизмы в языке и говорить на том русском языке, на котором разговаривали русские люди до 1917 года. Ну, один из ваших, я так понимаю, любимых средств написания стихов – это разностопный стих. А почему именно такой? Ну, просто я всегда хотел, чтобы мои стихи, с одной стороны, были каноничны, а с другой стороны, все-таки были в новизне. Я терпеть не могу эклектику, понимаете? Чем советские поэты еще и дурны, это не только своей идеологической составляющей, но и эклектичным письмом, неинтересным, неярким. То, о чем вы говорите, вот это отчасти связано с тем, что я хочу всегда, чтобы все-таки энергетическая какая-то свежесть была в тексте. Ну, раз вы сейчас уже находитесь в нашем городе Севастополе, давайте развивать эту же тему. Какая сейчас общая ситуация вообще в литературе, на ваш взгляд, и какая ситуация в Севастополе? Севастопольцы подарили мне несколько поэтов в свои сборники, я еще их не успел прочитать, ознакомиться с ними, но сделаю это с максимальным доброжелательством и дружелюбием. Ну, а в целом состояние поэзии, поэзии очень много, но не скажу, что она хороша. Мне кажется, что все-таки интернет, интернет-общение, то, что молодой поэт, не успев созреть, уже выкладывает свои стихи на экран, придает их публичности, не способствует поэтическому созреванию. Раз. И созреванию настоящего характера, необходимого поэту. Так что положение пока еще не очень хорошее. А дальше что будет? Какой будет Россия, такой будет и ее поэзия. Это можно только пытаться туда заглянуть. Пытаться заглянуть и, может быть, даже и отпрянуть, если там ничего хорошего не увидишь. Ну, с интернетом вообще сложная ситуация. Там бывают и искривления, и неправильные факты. То есть много разных. Ну, конечно, это сложнейшее явление, да, где есть свои положительные черты, но, быть может, больше и отрицательных, поскольку все-таки он отрывает человека от корней традиционной культуры. Платон, вы хотели добавить? Ну, я просто хотел сказать, наверное, что... Или какая будет поэзия, такая будет Россия. Мне всегда кажется, что все-таки главная наша сила России, это, конечно, прежде всего культура, не ракеты, там, не корабли, а действительно культура, конечно, русская литература. Если мы, знаете, как у Достоевского было, что человек может предъявить на страшном суде, да, там, Дон Кихот. Вот у нас, да, вот у нас, мы, кажется, русские люди, можем предъявить нашу русскую литературу. Добавить, я хотел, на самом деле, о том, что вот действительно Юрий Михайловичу очень много сборников подарили, очень много наших литераторов севастопольских было. И действительно, у нас тут существует активный литературный процесс, очень много ярких поэтов, прозаиков. Но мне кажется, что вот, собственно, вот для чего эта инициатива и была необходима? Для того, чтобы действительно собрать это воедино и объединить вокруг такого созидающего начала. Потому что, конечно, безусловно, каждый поэт и прозаик, он одиночка, он один на один с мыслями, с листом бумаги, но как-то воссоединить это, объединить необходимо. И очень важно, наверное, чтобы мы, действительно, вернувшись в Россию, безусловно, мы никогда не уходили из культурного поля, мы там всегда были в силу наших больших, красивых, славных традиций, но максимально интегрировать в этот процесс, это крайне важно. И вот действительно, приезд таких вот людей, как Юрий Михайлович, это действительно есть связь нашего Севастополя, связь России. И эта связь вот через русскую культуру. Мне кажется, что, потому что будущее Севастополя, как и будущее русской поэзии, это напрямую успешное будущее, напрямую залог большой, красивой России и русской цивилизации. Мне так кажется. Но помимо этого взаимодействия поэтов как в Севастополе, так и в целом вообще по России. Это по принципу, чтобы столичная литература и остальная по принципу сообщающихся сосудов взаимодействовала. Для этого и необходимы такие встречи, фестивали и постоянное общение. Я даже скажу... Иначе начнется такая, понимаете, внутренняя самоизоляция и кровоизлияние, которое не пойдет на пользу литературы. Абсолютно точно. И будут, конечно, такие грубки, как гематомки в какой-то мере. Действительно, это же живой процесс, живая литература, живое слово. И вот хочу даже сказать, что уже я посмотрел отзывы в социальных сетях, пишут, что ведь у многих людей даже, у молодых ребят, кто был на встрече с Юрием Михайловичем, уже само общение вдохновило на создание определенных творческих единиц стихов. Вот даже так произошло. Это то, что я сегодня утром смотрел. Действительно, это важно, потому что действительно через живое слово, через людей, это и общение. Конечно, взаимодействие с живой – это главное. Это самое главное. Нее важное, чем ознакомление с текстами. Кстати, Юрий Михайлович, вы какую информацию доносите до молодежи? Что вы хотите, какой мысль вместе? Да, молодежь, я-то ношу ту информацию, что она должна закалять свой характер. Всегда читаю ей замечательные стихи Пушкина, что залог человеческого существования – это самостояние человека, залог величия его. Чтобы молодежь вот именно не думала, что она создана для потребления и счастья, что ей предстоят в 21-м очень большие испытания и моральные, и социальные, и что она должна быть к этому готова, должна закаляться. И одна из форм такой закалки – это, по-моему, постоянное чтение русской литературы и русской поэзии. Потому что русские поэты – это те вечные спутники, которые всегда поддержат человека на нелегких путях его осуществления, его судьбы. Ну, опять же, поэт – это не какая-то профессия, которая прям вот взял и научился. То есть это очень сложно. Умеется, это, так сказать, в этом есть всегда тайна, которая до конца не разгадываема. Но и Господь наделяет даром, понимаете. Как верно сказал Евгений Боротынский, друг Пушкина, поэзия – это задание, которое следует выполнить как можно лучше. Это не задание, разумеется, публики, не задание идеологии государства, это задание свыше. И так русский поэт мыслит свою поэзию. Поэзия русского поэта – это его служение. В самом широком смысле оно распространяется и на его жизнь, а не только на создание текстов. Это не просто птичка, которая сидит на ветке и чирикает. Это целый мир, целая философия, понимаете, настоящий поэт, настоящее творчество. Это мы видим по творчеству Пушкина, Лермонтова даже. Ведь мальчишка в 27 лет его уже не стало. А какое-то огромное мировоззренческое явление. Ну вот, что касается, немножко может историю затронуть. Сейчас часто ходят такие слухи и вообще люди жалуются на искривление исторических фактов. Вот как вы считаете, присутствует такой фактор и вообще как это исправить? Искривление чего? Исторических фактов. Ну, скажем, на примере войны. Исторической памяти, наверное. Да. Ну, понимаете, сейчас, видите, в муках в России рождается какая-то новая послекоммунистическая идеология. И поэтому отчасти кто в лес, кто под рова. Одни видят создание этой новой идеологии на дрожжах советизма, даже сталинизма. И таких людей немало, даже среди молодежи. Это обусловлено отсутствие жизненного опыта, невежество в значительной степени и много чего еще. Другие хотят целиком, так сказать, просто пристроиться к западной либеральной модели. Не надо, дескать, открывать никаких новых Америк, а просто следовать форматоре западной идеологии цивилизации. Я считаю, что и тот, и другой путь тупиковый. Что должен быть третий путь, о котором говорили русские философы, религиозные еще в начале 20 века. Это путь, который открывает человечество новые формы существования цивилизации. Самоограничение, самоуглубление, отсутствие постоянного разжигания спроса и так далее. Тут много чего, об этом можно специально говорить. Но всему человечеству, все человечество стоит, я глубоко убежден, перед сменой модели существования. А значит, в значительной степени. И сознание, а значит и выработки новой идеологии. Тут, так сказать, Россия не какой-то отдельный специальный островок. Перед Россией стоят те же, по большому счету, проблемы, что перед остальной цивилизацией. Цивилизацией, которая была христианской, потом была постхристианской. И теперь, возможно, снова вернется к религиозному осмыслению бытия. Мы действительно, мне кажется, являемся просто свидетелями сдвига, что называется, цивилизационных плит. И действительно, это и борьба цивилизацией, и борьба не просто взглядов, идеологии. Действительно, колоссальное переустройство мира, идеологическое, цивилизационное. И оно назревало. Оно назревало. И мне кажется, что ведь интересно, что Крым во многом, ну не то, что начал этот процесс, но, наверное, интенсифицировал его. И действительно, Крым, вот когда Юрий Михайлович говорил про идеологию, действительно, про необходимость, вспоминал русских философов, конечно, вспоминаем мы русскую идею. Мне кажется, вот все-таки Крым, ну не то, что дал переход, но дал такой, знаете, хотя бы как минимум намек какой-то, приоткрыл дверцу в мир вот перехода от русской, что называется, идеи к русской мечте. Когда мы вот, русские люди здесь в том числе, мы помыслили себя не просто то, что Бог помыслил о России, а то, что мы наконец-таки помыслили о себе. И вот с точки зрения идентификации, потому что, на мой взгляд, сугубо, что идеология не может быть без самоидентификации человека, действительно. И вот с точки зрения идентификационных вопросов, Крым, конечно, сыграл колоссальную роль. И ни в коем случае нельзя заиграть, замотать, затереть и превратить это в какую-то, знаете, сугубо материалистическую историю. Вот это было бы крайне печально и крайне неправильно. Поэтому, действительно, вот, и для этого, собственно, здесь, в Севастополе, конечно, в цивилизационном центре, потому что Севастополь, на самом деле, знаете, это же не просто цивилизационный центр, мне кажется, что такие города еще цивилизации, да, по-моему. Конечно, не мини-цивилизации. Да, Севастополь такая мини-цивилизация, город-цивилизация. Тут Юра, кстати, Милославский выдвинул, так сказать, тезис на открытие фестиваля. И вот, действительно, здесь необходимо сосредоточить вот эти, прежде всего, и культурные мощные инициативы. Тогда мы не позволим затереть нашу красивую севастопольскую историю, вот эту просто, как я сказал, сугубо материалистическую русскую. Величавую историю, да. Опять же, вот подобными проектами, да, точка сборки, на примере такого проекта можно сказать, что вот мы можем создавать... Проект, слово, ужасно. Я просто хочу сказать, что это не проект, просто это сообщество людей. Вот, знаете, я еще все время думаю о том, что, может быть, Юрий Михайлович согласится, а может быть, нет. У нас был такой популярный мем, как бы, Крым наш, и все говорили, Крым наш, Крым наш. А вот, понимаете, в итоге сообщество-то, Крым наш, как-то не особо-то сложилось, да. Нет у нас вот некой такой общности. Вроде бы есть люди поддерживающие, но мне кажется, важно, не просто там проект, не проект. Солидаризировать людей. И делать, да, действительно, за счет людей. Вот это вот важно. То есть, живые люди. Я считаю, что личный пример в истории очень много значит. Вот мы говорили с Юрием Михайловичем и Александром Солженицы, но ведь какой-то действительно был таран, один человек, одна личность. Понятно, сейчас такого масштаба, наверное... Выступил против целой идеологии. Сейчас, конечно, уже нет личности такого масштаба, нет уже почвы, на которой бы сходили такие люди, понимаете. Он же все-таки вырос из древолюционной России, из казачества. Конечно, сейчас почва высохла, но все равно, я уверен, что если будет Россия, будут еще появляться крупные, значительные умы и таланты. А куда ни... Но вот вопрос, как создать эту почву заново, для того, чтобы росли такие... Он тоже Солженицын говорил, видите, что мы падали в коммунистическую бездну 70 лет, а выходить из нее будем 100. Сейчас только 25 лет прошло. Так что впереди предстоит большая работа, и если у Бога есть замысел о России, он позволит нам всем с этой работой справиться. Ну, и еще один вопрос, это часто обсуждающаяся тема, развивается патриотическое воспитание молодежи. Это в частности и в Крыму, в Севастополе и вообще по России. Вот что думаете по этому поводу? Ну, видите, тут у вас вообще сложная очень ситуация, потому что в течение двух десятилетий молодежь была оторвана от своих соков, от корней, от русской культуры в значительной степени. Так что вам нужно еще с более низкой точки, чем в России, начинать этот процесс. Ну, дай Бог, может быть, он и удастся, потому что, может быть, поэтому даже еще и менее засорены мозги, потому что в России за последние 20 лет много всего было намешано. И молодежь очень взбаламученная, и многие, видите, из молодежи увлечены неконструктивными, оппозиционными настроениями. Нужна просто именно вера и хорошая система образования. Сломали советскую систему образования, понимаете, как вот верно сказал в свое время, кажется, Александр Зиновьев, что целились в коммунизм, а попали в Россию. Вот тут целились в советскую систему образования, а сломали образование вообще. Советская система образования несла в себе еще черты дореволюционной системы образования. А теперь взяли какую-то баллонскую школу, придумали, кто знает, что это такое и так далее. И начались очень сильные образовательные мутации. Об этом говорят все учителя. Кроме того, столичные бюрократы, чиновники, которым нечего делать, заваливают. Русских учителей все новыми и новыми инициативами, связанными с бумажной бюрократией. Со всем этим нужно бороться, конечно. Я говорю, что русские чиновники не кошмарьте русских учителей. Вот сейчас организовано общество русской словесности под патронажем святейшего по инициативе Путина. Будем надеяться, что это общество сможет что-то сделать для русской школы. Будем надеяться общими усилиями. Конечно, соборно, как говорили в России всегда. Платон, по поводу Севастополь, точка сборки. Все-таки процесс продолжается. Да, продолжается. Что будет дальше? Расскажите, какие мероприятия? Слушайте, ну дальше у нас буквально сегодня и завтра проходит урок фестиваля. Дальше будут встречи с интересными людьми. И вот мы тут еще, знаете, Юрий Михайлович так озвучил. Я думал, может, скажет. Но возникла идея, Михайлович раз говорил на автарской встрече в библиотеке Толстого, что у него есть серия стихов о Крыме. Я пишу стихи о Крыме 40 лет, понимаете, с ранней юности. И действительно, я думаю, объединить их все в книжечку. Но не хочу эту книжку издавать на большой земле, что называется. Логично издать ее в Крыму. Я думаю, если Крым, так сказать, немножко встанет на ноги, станет побогаче, можно будет осуществить этот проект именно на крымской земле. Да, вот мне кажется, вот эта идея, действительно, с книгой о Крыме стихов Юрий Михайлович, это одна из, в том числе, уже новых целей «Севастополь.сборки». И мы как бы постараемся в силу, так сказать, возможностей действительно как-то этот проект реализовать. Как не понимать, будет приоритетно. Да, будет приоритетно. Спасибо, спасибо. Это, на самом деле, без всякой иронии. Я бы это хотел бы тоже озвучить в эфире. Это действительно очень важно. И мне кажется, это необходимо, как я вот говорю, для города и для культуры русской в целом. Это действительно, на самом деле, очень важно. Потому что, понимаете, Севастополь – это же культурно-просветительская инициатива. Это созидательная, объединяющая еще. Вот самое главное нам объединять людей. В Севастополе тоже, потому что разные процессы происходят. Но объединить только можно культурой. Других вариантов, мне кажется, политика, административные вещи. Культура и приходская жизнь. Да, это крайне важно. И, конечно, вот про образование тоже мы… Сейчас в ней есть кое-какие идеи насчет, вот в рамках инициативы. Потому что, действительно, это образование – это то, что самое страшное произошло. И, опять же, вспоминяю Александру Исаевичу термин «сбережение народа». Ведь сбережение народа – это дух и тело. Когда у нас медицина и педагоги, действительно, вот мне очень понравилось то, что сказал Юрий Михайлович, означает, что были не просто учителями, а были наставниками. Вот это крайне-крайне важно. Еще раз приглашаю Юрия Михайловича, наверное, в Севастополь. Юрий Михайлович. Спасибо, спасибо большое. Спасибо большое. Дорожка проложена. Я говорю, что я бывал в советском Севастополе, бывал в украинском. Впервые приехал в русский Севастополь. Я надеюсь, что буду теперь бывать здесь нелетно. И это не последний раз. Спасибо большое за то, что вы пришли к нам в студию. Спасибо за интересный разговор. Мы очень рады были приветствовать вас. На этом наше время передачи подошло к концу. Это была программа «В контексте». Следите за развитием событий вместе с информационным каналом Севастополя. Я желаю вам всего доброго и до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова